Вот этот соединительный такой блочок, он продается в любом магазине электротоваров. Он предназначен для соединения электрической проводки, неважно какой мягкой, жесткой, путем зажатия самого провода с одной стороны и с другой стороны. В продаже он идет в таких больших блочках, там по 10, кажется, штучек, то есть вы можете очень легко кусачками перекусить и взять столько, сколько вам нужно соединений. В данном случае мы взяли три соединения. Фаза, ноль и заземление. То есть не нужно мучиться и не нужно придумывать, как говорится, велосипед, ничего не нужно изобретать, все уже давно изобретено. Просто соединяем отверточками и это будет намного надежнее, чем изолента и скрутка. Как мы знаем, скрутка это все равно неплотное соединение металла к металлу проводников. Вот, и поэтому само соединение греется и со временем вот приводит к тому, что мы видели в начале. То есть при помощи этого соединения соединяем провода и все, и вперед. Ну и продолжаем соединять. И зажали. Следующий провод. Может я не совсем правильно делаю. Фаза, ноль. И заземление. Заземление обязательно нужно для того, чтобы в процессе стирки или в процессе того, когда вы загружаете белье или выгружаете, чтобы вас не ударило током. Но при условии, если розетки в вашей квартире или это частный дом, если они заземлены, тогда имеет смысл подсоединять. Если нет, тогда и не надо. Вот мы подсоединили провода с одной стороны, таким образом. Ну и теперь соединяем с этой стороны, синий к синему, желтый с зеленой полосочкой, к желтому, коричневый к коричневому. То есть, в последовательности. Так, теперь желтый сюда. Отверточкой зажимаем. Еще раз повторюсь. Эти работы можно производить только с соединенной розеткой питания от вилки. Точнее, с соединенной вилкой питания от розетки. Если вы не хотите... Если у вас током шибануло, то лучше сделать это. Еще раз проверяем все соединения на плотность. И вот, обратите внимание, как получилось красиво. То есть, как было, как красиво сейчас, и как было до этого. То есть, вот это весь ремонт, который мы могли сделать. Дальше упаковываем провод. Опять же, фиксируем кабель, который входит сюда. Вот. И можем его так немножечко отпустить, чтобы ему свободнее здесь было. Фиксируем. Желательно ничего не ронять, потому что потом доставать не очень удобно. При помощи фигурной отвертки. Инструмент можно использовать... Ну, какой есть, такой и используйте. Нравится использовать простой инструмент? Используйте простой. Нравится профессиональный? Используйте профессиональный. Главная цель, это достичь желаемого результата. То есть, чтобы машина опять начала работать. И жена вас будет любить, и вещи у вас будут чистые. И все будет хорошо. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам показать и рассказать. Вот, вот, поломка относится к разряду, ну, скажем так, простейших. В любой машине, я имею в виду автомобиль, если не заводится двигатель, то нужно проверить, есть ли бензин в баке. Вот. И потом уже двигаться дальше, дальше, дальше. Здесь, в этой поломке, мы начали с чего? Мы просто проверили розетку, то есть, есть ли питание в розетке. Вот. Берем любой потребитель. Я вот использовал по-другой, у меня лежал фен, который использует жена каждое утро. Вот, взял фен, проверил. Фен работает, значит, питание в розетке есть. Пошли дальше. Проверили вилку. Вот. Ну, визуально мы можем ее осмотреть. Вот, вилка вроде бы как целая. Можно даже ее понюхать на запах. Вот. Если она издает какой-то очень такой нехороший запах, значит, что-то внутри могло ее перегореть. Осмотрели сам кабель. Вот, по кабелю, по кабелю пошли, 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 пошли. И дошли вот, дошли до самой машинки. Вот оказалось, что внутри вот это соединение, которое было скручено, вот оно и привело к отсутствию питания. То есть, нет питания, нет чистого белья. Нет чистого белья, нет спокойной жизни. Спокойная жизнь для всех мужчин начинается с исправной техники в доме. И поэтому я всем рекомендую не тянуть резину, не заниматься, как говорится, ерундой. Подать на телефон, вызывать мастеров. Можно самому просто взять, вот, разобрать, посмотреть. Ничего сложного нет. В этой машине я скажу, что я менял очень много всего. Вот, ну, если учесть, что промежуток времени 13, 13 или 15 лет, я точно не помню. Но машине очень много, вот, лет. Она работает, можно сказать, безотказно. Все клапаны, все, все вот эти вот соединения, все это, все это работает прекрасно. Вот, и самое главное, что очень хорошо работает программный вот этот вот блочок. Он механический, повторюсь, вот, и поэтому работает четко и слаженно. В течение ремонта я могу четко сказать, какие инструменты нам понадобились для этого ремонта. Это ножичек такой вот канцелярский, который мы используем для зачистки проводов. Отверточка для того, чтобы снять верхнюю крышку. Кусачки для того, чтобы, как говорят хирурги, ампутировать зловредный участок проводов. Вот, вот, откусываем провода кусачками и отверточка, маленькая такая вот отверточка из комплекта, маленьких отверточек, она нам понадобится для того, чтобы, точнее, понадобилось для того, чтобы соединить эти провода при помощи такого специального соединительного блочка. Ну вот, все инструменты, которые нам нужны, были. Проблема небольшая, проблема маленькая. Вот, при наличии небольшого количества инструментов и, самое главное, мозгов, можно отремонтировать и Ситроен-Берлинга, и стиральную машину. Плохо, что мозги некоторых людей нельзя отремонтировать, поэтому это сложнее. С техникой все намного проще. Купил, поменял, поставил, да и все. Поэтому заходите на мою страничку, просматривайте видеоролики, фотографии и все остальное. Удачи вам, счастливенько и всего хорошего.